Здравствуйте, друзья! И в этом видео мы рассмотрим модель седельного тягача Mercedes-Benz LPS333 в комплекте с полуприцепом, который вышел в испанской журнальной серии тягачи под номером 23. Аналогичные модели также предлагаются во французской журнальной серии, и большинство моделей из французской журнальной серии это перепаковка моделей из испанской журнальной серии. Но также встречаются модели в иных цветовых гаммах, а также модели с другими полуприцепами. И одну из таких моделей я показывал в одном из предыдущих видео. Это была модель Scania с полуприцепом-контейнеровозом. И данный Mercedes-Benz LPS333 это вторая модель из журнальной серии тягачи в моей коллекции, и в целом модель оставляет очень приятное впечатление. И что мне нравится на этой модели, то что все надписи нанесены очень аккуратно, и на данной модели нет ни одного подтека краски или подтека клея. Ну давайте рассмотрим саму модель. И полуприцеп, видите, выполнен довольно аккуратно. Рама полуприцепа выполнена из металла. Она покрашена в красный цвет. Есть имитация топливного бака, имитация запасного колеса. Колесные диски выполнены из пластика, обуты в резиновую покрышку. Задние фонари выполнены отдельной деталью. Видите, обозначены сектора заднего хода, сектора поворотников. Есть имитация номерного знака. И сама грузовая платформа выполнена из пластика и привинчена к раме. Видите, на четырех винтах. Тент выполнен отдельной деталью, но он приклеен к бортовой платформе. При желании вы можете его отсоединить, но на своей модели я не вижу смысла его отсоединять. И видите, тент выполнен довольно правдоподобно. В принципе, данный полуприцеп мне очень напоминает полуприцепы от производителя Наш Автопром. В принципе, качество очень похоже. Давайте рассмотрим сам тягач. Это седельный тягач 60-х годов. Видите, в трехостном исполнении. Рама выполнена из металла. Очень простое днище. Видите, все отлито единым целым. И очень похожа детализация на модели нашего автопрома. Отдельная выпускная система. Отдельные задние фонари. Есть тоже имитация номерного знака. Седло двигается. Опять же, большое отверстие. Имитация вакуумных шлангов. Довольно хорошо проработан салон. Видите, он раскрашен. Отдельные поручни. Отдельные зеркала заднего вида. Отдельные дворники. И фары ближнего света. Единственное, брак на этой модели то, что сломан один поручень. Но его я заменю. У меня есть аналогичный поручень. Поэтому это не такая большая проблема. Ну, в целом, довольно интересный и веселый грузовичок. И данный полуприцеп я буду использовать с моделью МАЗа 500-го семейства. Сейчас вам покажу, как он будет выглядеть. Не с этой моделью, а я куплю аналогичный МАЗ в трехосном исполнении и с синим цветом. И с синим цветом, я думаю, данный полуприцеп будет очень гармонично смотреться. Ну и, как вы видите, в целом с НАПовским МАЗом данный полуприцеп смотрится очень хорошо и гармонично. И можно покрасить кабину и раму в синий цвет, а крылья покрасить в красный цвет и будет вообще очень хорошее цветовое сочетание. И, как видите, две модели, Мерседес и МАЗ, по своему дизайну очень похожи. Интересно, кто у кого заимствовал элементы дизайна. В принципе, очень похожи две модели, как по своим габаритам, так и по внешнему виду. Такая замечательная модель. И если у вас будет возможность приобрести эту модель по ее рекомендованной цене, то обязательно приобретите, потому что довольно хороший полуприцеп, который очень хорошо смотрится с нашей советской техникой. И к модели полуприцепа вы получите в комплекте модель тягача. Спасибо за внимание. Это был обзор седельного тягача Mercedes-Benz LPS333 в масштабе 1 к 43, который вышел в испанской журнальной серии. И увидимся в следующем видео. Всем пока.